Специалисты Жилстройсбербанка продолжают оформление льготной ипотеки по программе Бакаттеот Бассе. Уже 34 семи подтвердили свои доходы. Напомним, что жилищная программа была запущена 1 июля. Она дает возможность приобрести квартиру или дом в кредит с годовой ставкой 2%. Сбор заявок начался на базе городских и районных акиматов. После чего очередники, а это многодетные неполные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, были направлены в банк. Мы приняли порядка 166 заявлений на получение займов по программе Бакаттеот Бассе, на общую сумму порядка 1,3 млрд тенге. Однако, пока не все смогли подтвердить свою платежеспособность. По словам Даурена Саудобаева, всего местные исполнительные органы выписали 291 направление в их банк. По разным причинам не все семьи решили получить льготный кредит. Те же, кто решился, выбирают преимущественно жилье в строящихся домах микрорайона Юбилейный. По юбилейному, еще чем удобно, в этом доме там квартиры малогабаритные, то есть там нет больших квартир, там по 80 квадратов. И, соответственно, было легче подтвердить доходы людям. То есть там квартиры все стоили меньше 10 млн. Кроме того, жилье направление давалось на вторичный рынок. Вот вторичный рынок, если люди уже нашли квартиру для приобретения, то в ближайшее время уже будут выданы эти кредиты. По данным Даурена Саудабаева, одно из основных требований для участников жилищной программы – наличие ежемесячного дохода за последние 6 месяцев не больше 42 500 тенге. Кредит на покупку жилья по программе «Бакаттеотбасе» предоставляется сроком до 20 лет и первоначальным взносом в размере 10% от стоимости квартиры. С каждым клиентом в банке работают индивидуально. Пакет документов сравнительно небольшой. Это в основном доходы, подтверждающие личность самого заемщика. Документы, подтверждающие платность, возвратность, обеспеченность займа, оно как бы соблюдается. В Жилстрое сообщили, что до конца этой недели участники программы уже начнут получать займы. Все остальные льготники, получившие направление в акиматах и жилищных отделах, должны помнить о сроках их действия. Для Кустаная и Рудного – это 10 дней, для жителей райцентров и сел – 15 дней. Именно в этот срок необходимо обратиться в Жилстройсбербанк.